Обе команды заслуживают уважения. Обе команды играли на победу. Понятно, что у «Факела» был свой план на игру. В отдельных моментах они его сумели реализовать. При качественной игре, в целом, по ходу всей игры, выполняя свой план, которого футболисты придерживались, может, за исключением только момента начала второго тайма, в целом, можно сказать, что мы сыграли качественно. Надо отдать должное, что команда, пропускав мячи, не опустила руки. Еще раз говорю, обе команды играли на победу. Ситуация в турнирной таблице такова. В принципе, что сейчас, чтобы оставаться на месте, или тем более не опускаться вниз, надо бежать изо всех сил. Вернее, в два раза быстрее. А чтобы подниматься куда-то вверх, к чему-то стремиться, надо бежать изо всех сил. И даже более того. Ну, как показала игра, сил у нас хватило. А все остальное, думается и надеется, придет со временем, чтобы более стабильно проходила вся игра. Ну, а самыми, наверное, удовлетворенными по ходу игры, это были болельщики, которые получили и шоу, и голы, и интригу. Ну, подробнее, Евгений Игоревич, расскажи по плану нашей. Ну, я думаю, что мы позволили сопернику создать фору, два мяча. И я думаю, что это не вытекало из логики игры. И надо отдать должное игрокам, что они не были сломлены и продолжали искать моменты у чужих ворот. И эти моменты нашли. Ни одна из команд сегодня не переиграла другую. Но я думаю, что сегодняшний результат, он закономерен. Пожалуйста, вопросы. Не реализация моментов в первом тайме, как-то сказалось, на настроении Кубани. То есть не реализовали в первом тайме два сто процентов момента в ворот-паке. Как вообще в перерыве команда реагировала? Мы сказали футболистам, что идет та игра, которая нам нужна. Она проходила в нужном для нас усле. Нужно было просто сохранять концентрацию. И не позволить сопернику создавать моменты около наших ворот. То есть сегодня поле, к сожалению, оказало влияние на игру. Потому что именно последний пас и у нас, и у соперника его сложно было отдать. Потому что приходилось дополнительные касания делать, и где-то неточность была от передач. Поэтому мы сосредоточили игроков. Настроили на ту вещь, чтобы найти все-таки этот последний пас, чтобы он решающий пас, был качественный на партнера. Но, к сожалению, стартовый отрезок второго тайма нам не удался. И мы пропустили голову. Пенальти на последней минуте, на последней минуте матча. На Ваш взгляд, имел стопроцентное ставление? Эти вещи обсуждать с тренерами. Давайте поговорим о командах, об игре и так далее. Потому что можно и первый тайм вспоминать, и к концу второго тайма. Давайте об игре и команду. Я просто еще не видел, если честно, я не видел еще момента. Судья принял такое решение. Нравится это хозяевам или не нравится. Наверняка это обидно и досадно. Но сейчас комментировать то, что я не видел, я просто не имею права, это будет неправильно. Поэтому судья принял решение. Мы согласны с этим решением, что такова жизнь сейчас. Судья принимает решение, не тренер, не игроки. Я очень благодарен ребятам за ту игру, которую они сегодня показали. Я думаю, болельщики и благодарен болельщикам за оказанную поддержку команде. Сегодня было на поле. Я горжусь, что сегодня была команда. Сегодня был коллектив. Коллектив. Ребята, невзирая на то, что очень некачественное поле в связи с форс-мажором в Воронеже, показали особенно по второму таймам очень добротный футбол. Первый тайм шла борьба за инициативу. Мы прекрасно знали, что как играет команда Кубань. Играют за счет хорошего контроля мяча. Хорошего контроля мяча. И, имея в наличии игроков, которые играли на уровне премьер-лиги, добротная команда. Это не команда, которая играла в первом круге. Совсем другая. Люди те же. Но рисунок игры изменился. Во многом все. И исполнители хорошего уровня у команды. Поэтому мы понимали, что сильное оружие их – это быстрая атака. Поэтому при потере мяча старались в первой половине уплотнить игру. И, собственно, и в вторую половину так действовали уплотнить игру. И тоже наши козы, мы попытались их поставить в неудобное для них положение, загнать их в позиционную атаку. Собственно, это и произошло. Как таковых серьезных моментов по первому тайму в наших ворот не было. Да и по второму, пожалуй, наверное, тоже. Второй тайм прибавили в скорости, прибавили в проведении быстрых атак. Забили два мяча, повели. То, что случилось в конце, вы все видели. Мне комментировать сложно, для этого есть. Сейчас я понимаю, опережая некоторые моменты, что будете спрашивать у меня, как я оцениваю. Оценивать должны инспектор и судейский комитет. Ну, по-моему, реакция трибун и состояние ребят в раздевалке после финального свистка. Скажем, мне их, откровенно говоря, жалко ребят было. Жалко за ту игру, которую они показали. За тот, скажем, отношение к футболу. Вот именно к футболу. Но футбол такая штука, что все в конечном счете расставит по своим местам. То, что заслуживает. Еще раз хочу ребят поздравить с хорошей игрой. Пересмотрели вы момент? Да, я смотрел. Что там было? Ничего ранее было. Абсолютно ничего не было. Была подача с фланга. Выпрыгивает Байреев. Мяч идет метр выше. Уходит за лицевую линию. Он даже и не падал. Он закричал, а потом уже никакого ни контакта, ни задержки, ничего не было. Абсолютно. Я, честно говоря, когда реферий свистнул, я думал, что он даст ему карточку за симуляцию. Мне так показалось. Ну, не мое дело это оценивать. Пусть оценивает специально. Ну, я, в принципе, я могу так предположить, что, как всегда, у нас судейский корпус там будет в честь мундира отстаивать. Павел Владимирович, не опускаются ли руки и мотивация после таких моментов, после тяжелой игры? У меня никогда ничего не опускается. Ни руки, ни сознание, ничего. Я профессионал и требую от ребят. Вне зависимости. Случилось то, что случилось. Нам нужно пережить это и двигаться дальше. Да, с моральной точки зрения, я говорю, ребята, просто убитые в раздевалке. Просто. Третья добавленная минута и такие вещи. Испортить футбол, в принципе, хороший футбол. И по второму тайму был с двух сторон. И тактическая борьба шла, тактическая именно, кто кого. И тут мы получили преимущество. И после этого хороших атак, 3-4 хороших атаки провели еще. Которые, в принципе, острые были атаки. Соловьев покидал полис. Да, у него болевые ощущения в коленном суставе. Поэтому Соловьева пришлось менять. Мишу. И у Миши Бирякова икроножная. Стали хватать. Ну, от качества газона. Очень тяжелая. Ну, что там с газоном? Потому что мяч все время прыгал. Ну, во-первых, вы видели, что неровная. А потом после... Вязкая, очень вязкая. Вязкая, очень вязкая.